Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, мы находимся в Фонда Кода Итедески в Венеции. Потрясающе красивый магазин. Загляните обязательно, даже если не собираетесь совершать покупки, на смотровую площадку этого шикарного лакшери-мола, потому что смотровая площадка уникальна, она абсолютно бесплатна. Единственное, что если очень много человек, вам придется постоять в очереди. Сразу напомню, что Фонда Кода Итедески, потрясающая клиентская служба поддержки, высылают, на мой взгляд, по всему миру. В любом случае, вы можете писать на любом языке, если что-то вам понравилось, если что-то вы хотите купить. Ну а тема сегодняшней подборки – осенняя модная обувь. И сегодня мы увидим в который раз, что тенденции, по крайней мере здесь в Италии, они абсолютно очевидны. Вся осенняя обувь в разном ценовом сегменте отвечает тем требованиям и тем тенденциям, которые очень отчетливо читаются, считываются, если мы смотрим на ассортимент, либо на витрины тех или иных магазинов. Абсолютный тренд – это вот такая светлая бежевая обувь. Причем бежевые, уходящие в розовые. Это очень интересно, такого бежевого очень много. Мы его видели уже на пуховиках, и его будет очень много в обуви. Ботинки на тракторной подошве совершенно точно стали выглядеть более изящно. Это просматривается отчетливо в люксе, и именно сегодня этот ассортимент мы с вами посмотрим. Но и также менее дорогие изделия стали более изящными, при этом обладают все-таки высокой, действительно, тракторной подошвой. Возможно, правильно подобная обувь называется городские мюли, но все-таки это тапочки. Это прямая отсылка к тапочкам резиновым, либо домашним тапочкам. Подобной обуви очень много в этом сезоне, и она похожа именно на тапочки, то есть она не напоминает мюли, что-то изящное, и, возможно, красивое. На ваших экранах обувь ботега, и она очень тяжелая. Если вы будете заказывать подобную обувь онлайн, имейте в виду, что... Не могу сказать, насколько она комфортна в носке, но она очень тяжелая. Ее тяжело снимать, держа в одной руке. Приходится вот таким образом перехватить ботинок, потому что если держать за подошву, очень и очень неудобно. Макосины, а точнее лоферы, наверное, на русском языке более привычно вам. Такое название в Италии все равно, эта обувь называется макосины, тоже стали на тракторной подошве выпускаться. Но нужно отдать должное итальянским модницам, они все-таки тяготеют к некой женственности и классике, поэтому на ногах, скорее всего, подобную обувь мы будем встречать достаточно редко. Белой обуви очень много. Белые мюли, белые кроссовки, конечно же, будет отдельная подборка по кроссовкам и кедам, но белые сапоги, белые ботильоны, этой обуви очень много. То, что касается ботильонов, совершенно точно имеет место триумфальное возвращение ботильонов полусапожек на тонком, высоком каблуке и заостренным носом. Подобной обуви очень много, и мы ее рассмотрим внимательно чуть дальше. А сейчас возвращаемся к моделям на тракторной подошве на низком ходу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цепи – несомненный модный атрибут, не только сумок, обуви, цепей, очень много везде. И чаще всего это именно металлические цепи золотого цвета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже рассказывала, что тренд на обувь, которая имитирует крокодиловую кожу, это тренд, который запустила и сделала популярным другая марка. Могу совершенно точно сказать, что в этом сезоне обуви, имитирующие крокодиловую кожу, очень много. Как правило, она не черная, она темно-зеленого, либо темно-бордового цветов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот уж поистину мода ходит по кругу. Сегодня, беря в руки и рассматривая, например, вот такую обувь, я вспоминала себя даже не студенткой, а еще школьницей. Подобная обувь, шнуровка, вот такой каблук, небольшая платформа тракторная, была совершенно точно популярна много лет тому назад, и сейчас все возвращается. Это касается также и более изящных моделей. Все это мы с вами уже где-то видели, и, возможно, даже уже носили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вариации на тему Timberland, ботинок знаменитых, предложили практически все марки Эта обувь стала светлых цветов, светлый серый, так называемый цвет мела Это обувь бежевого цвета, бежевый очень часто с розовым оттенком, как я уже обращала ваше внимание Это вот такой светлый бежевый почти camel Подобной обуви очень много и мне кажется она будет очень популярна, потому что она светлая и прекрасно смотрится в светлых аутфитах Здесь в Италии итальянки очень любят одеваться в светлые цвета, даже в белые цвета именно зимой Плюс эта обувь отвечает двум основным тенденциям модным на обувь в этом сезоне Это конечно же наличие шнуровки и достаточно грубой подошвы Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Леопардовая обувь в Италии будет популярна всегда И нужно признаться, смотрится она очень эффектно Еще одна почти неуловимая тенденция, которую будут знать зрители моего канала Это внешняя молния, она может быть расположена наискосок, может быть расположена строго вертикально Внешняя молния появилась как на высоких сапогах, так и на полуботинках и ботильонах Крокодиловая кожа, а точнее имитации много как никогда В этом сезоне и сумки, и ремни, а также конечно же обувь имитирующая крокодиловую кожу Будет по всей видимости популярна Посмотрим выйдет ли она на улице эта обувь, будет ли она популярна у итальянок И у модниц, которые будут эту обувь приобретать Но совершенно точно в витринах магазинов эту обувь мы увидим с вами часто Ну что ж, мои прекрасные зрители, впереди у нас очень много всего интересного Еще будет обзор модных сумок Еще будет обзор модной обуви, вариацию на тему спортивная обувь А также конечно же белые кроссовки и белый кет Ну а на сегодня это все, я с вами прощаюсь Благодарю магазин фонда Кодейт и Дэски за гостеприимство Очень скоро увидимся, это была Яна Скворцова Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok